Приветствую православные! И вот последний месяц лета, последний шанс успеть то, что наметили. А мы же продолжаем читать Евангелие с Церковью, ибо постоянство есть добродетель. Итак, вторник, 1 августа, на площадке русской написанной школы, мы читаем в качестве рядового чтения вместе с Церковью Евангелие от Луки, 24-е зачало, 6-я глава, 17-го по 23-й стихи. Это в честь обресения мощей преподобного Серафима Саровского. Сдвигается чтение, потому что в прошлый раз, как вы помните, их было два зачала, а в этот раз одно. «И сойдясь с ними, стал нам на ровном месте множество учеников его, и много народа из Сеудеи и Иерусалима, и приморских мест, церковских и седонских, которые пришли послужить его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие, блаженны алчущие ныне, ибо вы насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь, блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за сына человеческого, возрадуйтесь в тот день и развеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их». Ну, опять же, всех нюансов мы не рассмотрим, а на фундаментальные я ваше внимание обращу. То есть, во-первых, смотрите, множество учеников его и много народа из всей Иудеи Иерусалима, приморских, мерстирских и седонских. Почему? Обязательно надо подчеркнуть область. Потому что, еще раз напомню, Иерусалим – это город для религиозных иудеев, которые думают, что они, в общем-то, даже где-то лучше, чем просто иудеи, которые живут вне Иерусалима. Ну, если хотите параллель, то вот те, которые хотели жить в святом месте, они все продали и уехали в Дивеево. Там есть канавка про Чистой Богородицы, и вот те, для кого по-настоящему важно жить в чистом месте, они там и живут. А остальные вроде бы тоже причащаются, вроде бы тоже как бы вот не то чтобы безбожники, но с другой стороны вот все-таки еще и в соблазнах пребывают. И по морю тирских и седонских, и все иудеи, вот бывали, да, самаритяне, опять же, нечистые, и также места, где были сильно распространены языческие культы. То есть, заметим, к Господу приходят все. Апостолы приходят за наставлением, а большинство людей приходит просто за облегчением. «Идите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и я с упокою вы». Народ искал прикасаться к нему, не спросить, что же будет с Родиной и с нами, не узнать, а мне вот на филологическое поступать, или все-таки лучше суворовское, а прикоснуться и получить облегчение. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, а вот ученики приходят за наставлением. И точно так же, как вот мы зачем в храм приходим? Помните, я цитировал одну из любимых своих проповедей Тихона Задонского, который вышел однажды, посмотрел на каждого пришедшего в архиерейской ритургии, это же интересно. «Зачем ты здесь?» Такая тишина, и он так опять взгляд переводит, говорит, «А ты зачем здесь?» «Зачем ты здесь?» И вот у нас будет, опять же, яблочный спас, медовый спас, шашлычный спас, самые разные. И огромное количество народу пришли, чтобы получить облегчение. Виноградик осветить, плоды предложить, мед освященный унести. И хорошо, и так и должно быть. Но вот сколько среди тех, кто пришел, пришло тех, которые пришли за наставлением, как апостолы. И вот получается, что за три года с половиной своего служения Господь набрал на 12 учеников в узком смысле, в широком – 70. То есть три с половиной года служения и проповеди, сколько народу исцелилось, и сколько народу стало учениками. Это как раз первая тема для размышления. И вторая – это про блаженство. Блаженные нищие духом, блаженные алчущие, блаженные плачущие. Во-первых, посмотрим нам сам корень. Потому что блаженные – это всегда внутренние состояния. Простое такое очевидное решение перевести как «счастливы те кто». Но в том и нюанс, что счастливы – это внешнее состояние. Если мы спросим, да, вот ты в детстве был счастлив? Ну и человек говорит, ну вот в детстве там был паломбир за столько-то рублей, столько-то копеек, там вот аттракционы, родители моложе и так далее. Вдруг оказывается, что это все внешние качества. Что можно вернуться в места своего детства, но вот того счастья уже, как правило, не бывает. А вот блаженные – это внутреннее состояние. Когда блаженный Прокопий Устюжский идет по улице в метель, или там блаженные, юродивые новгородские, или московские Василии блаженные. Метель, заморозки, вода замерзает, не успев долететь до земли, если чашку выблеснуть в окно. А блаженный, знай себе, идет, что-то там с Господом разговаривает, не мерзнет одной коркой засохший сыт. И вот это вот блаженство как внутреннее состояние. То есть не внешнее, а внутреннее. Помните, опять же, Господь говорит, «Царство Божие внутри вас есть». И блаженные те, в ком Царство Божие наступило. И второе, что я успеваю сказать, это то, что здесь имеет место несколько смещенный перевод. «Ибо насытитесь, ибо вы смеетесь». На самом деле там пассив. «Блаженные алчущие, ибо они будут насыщены». «Блаженные плачущие, ибо они будут рассмешены». То есть вот это все будет со стороны Господа происходить. Поэтому мы будем как раз-таки в пассиве. Господь придет и накормит голодных. И голодные будут насыщены. И отрет всякую, и утешит всех скорбящих. И скорбящие будут утешены именно в страдательном залоге. Это то, что я успеваю сказать касательно сегодняшнего чтения. Берегите себя, и несмотря на окончание лета, не впадайте в депрессию и продолжайте изучать писание православное.